Они привезли в Иваново немного сочинского тепла. Хореографический ансамбль «Грация» в среду вернулся из столицы зимних Олимпийских игр. Там 16 наших девочек выступали с концертной программой для гостей Олимпийского парка и Олимпийской деревни. Эмоции до сих пор переполняют детей. Еще бы, в столь юном возрасте увидеть Олимпиаду и несколько дней провести в эпицентре спортивной жизни всего мира. В городе чувствовалась обстановка праздника. Все ходили веселые, разукрашенные, с атрибутикой. Каждый болел за свою страну. Приехали поболеть за свою страну и звезды голубого экрана. Ивановские девчонки познакомились со знаменитостями. Самый большой восторг, как говорят преподаватели, вызвал Андрей Малахов. «Мы видели Тараса, увидели, как снимали «Пусть говорят», видели Малахова, видели канадскую олимпийскую чемпионку по бобслею». В Сочи ивановским артисткам выдали олимпийские шапочки, перчатки и рюкзаки. Говорят, что от местной зимы уже успели отвыкнуть. В столице Олимпиады на солнце больше 20 градусов тепла. «В Сочи была солнечная погода. Ну, не как в Иванове. Только снег в горах. Ветер был прохладный. И солнце светило». В свободное от выступления время ребята посещали спортивные соревнования. Эмоции не скрывают даже взрослые. «Те соревнования, которые они посмотрели вживую, конечно, тоже незабываемы. Например, я видела хоккей, как по телевизору вроде как быстро катаются. Когда я смотрю хоккей, оттуда вроде уже по-другому совсем. Но борьба у бортиков просто захватывает не только детей, а вот даже взрослых. Перехлёстывают все эмоции. Конечно, незабываемые впечатления оставляет эта Сочинская Олимпиада». Эту Сочинскую Олимпиаду девочки запомнят надолго. Все они отправились по домам. Рассказывать друзьям и близким о теплой зимней Олимпиаде и отдыхать. Ведь работали они все эти дни. Как взрослые. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.